Всем здравствуйте! Напишите, пожалуйста, в чате, если меня хорошо слышно и видно, чтобы я понимала, что можно уже начинать наш сегодняшний вебинар. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Ну что ж, хорошо, время уже 8 часов, и пора начинать. Если кто-то еще захочет, обязательно к нам присоединиться. А мы будем начинать сегодняшний вебинар. Наверное, кто был на прошлом вебинаре, помнит, да, я тоже выступала с этой темой. Это, наверное, одна из моих любимых тем – Wellness Kids. Очень люблю этот продукт, как омегу-3, жидкую для детей, так и витамины-минералы для деток. Поэтому очень часто рассказываю об этом продукте своим знакомым, родственникам, да, и скажу сразу, что именно в моей команде, в моем личном товарообороте этого продукта всегда очень много. Мы всегда очень много заказываем как в семье, так и наш подзаказ этот продукт. Поэтому сегодня я хотела бы с вами поделиться, наверное, своим секретом, это не скорее не секрет, а просто рекомендацией и та информация, которую я даю своей команде, своим клиентам, своим родственникам, да. И сегодня я хочу с вами поделиться этой же информацией, как я рассказываю об этом продукте. Вы знаете, я снова выступаю в такой пик с этой темой, пик болеющих детей. Сама являюсь молодой мамой, моей доченьке скоро 4 года. И мы употребляем продукт Wellness Kids, как омегу, так и витамины-минералы на постоянной основе уже более 2 лет. Я даю своему ребенку этот продукт с 2 лет. Очень жалею, что не делала этого раньше. Хотя, тоже сегодня буду говорить об этом, будучи беременной мамой, я тоже употребляла омегу. Да, и, наверное, это все равно дает свои результаты, и сегодня об этом я расскажу. Вот такая замечательная сегодня тема Wellness Kids. И, наверное, она волнует, вот вопрос здоровья наших деток волнует любую здравомыслящую маму. Мы все хотим, чтобы наши дети всегда были здоровы, чтобы они были активны, чтобы они успевали в саду за той нагрузкой, да, за той информацией, которую они получают. Чтобы они очень хорошо учились в школе, чтобы они все там успевали. Ну и, конечно, чтобы они не болели, особенно в сезон инфекций, да, в сезон таких заболеваний, о которых мы сейчас очень часто слышим, вокруг нас эта информация постоянно летает, да. Зачем же нам эти продукты? Продукты Wellness Kids. Поговорим вначале буквально несколько слов о том, что такое здоровье, да. У наших деток, да, так же, как и у нас, миллиарды клеток в нашем организме. Клетка – это живая структура. И я, вы знаете, я именно так всегда рассказываю и своим клиентам о том, что такое здоровье, для чего им нужны эти продукты, для чего детям нужны эти продукты. Наши детки активно растут, развиваются, да, и постоянно им нужен строительный материал. И именно клетка, живая клетка, которая должна постоянно получать все необходимые макро- и микроэлементы, да, белки, жиры и углеводы, она должна это постоянно получать. И именно омега-3 помогает в строительстве этих клеток, для того, чтобы они были крепкими. От того, насколько будут крепкими наши клетки в организме, настолько будет сильна наша иммунная система, и настолько наши дети будут хорошо переносить заболевания, инфекции. Настолько они будут хорошо успевать в школе. Клетки постоянно обновляются, и им постоянно нужны строительные материалы. Белки, жиры и углеводы, они должны поступать в наш организм. Но жиры, мы знаем, что они есть вредные, да, и есть жиры полезные. Так вот, именно полезные жиры – это омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, которых нашим деткам не хватает. Почему? Омега-3, она является строительным материалом мембран клеток. И вот насколько эта мембрана клетки защищена, насколько она крепка, настолько будет крепок организм вашего ребенка. Омега-3 не синтезируется в организме, и это значит, что вы должны получать ее извне. Омегу-6 мы получаем в еде, да, а омеги-3 у нас нет. Это очень важно, говорить мамам о том, что омеги-3 их детки недополучают в обычном рационе питания. Я об этом всегда тоже делаю на этот акцент, и вот буквально на пальцах объясняю в первую очередь, что такое здоровье, и как его укрепить, если у вас есть эти продукты. Создателями этих продуктов являются ученые, об этом тоже я всегда говорю. Называю эти два имени, возможно, многим они ничего не скажут, многие мамы вообще в первый раз слышат эти имена. Но, тем не менее, это важно сделать ссылочку на то, что разработкой наших продуктов Волноскис являлись такие ученые с мировым именем, как Сикстен, это профессор, кардиохирург, у которого очень много научных разработок и достижений в сфере науки. Да, и известный профессор и педиатр Швеции Тор Линдерберг. Я всегда говорю о том, что продукт действительно создан уважаемыми учеными, и на это тоже надо делать акцент. И первое, с чего я начну сейчас, да, это рыбий жир. Что это такое? Я сказала, что омега-3 очень важна и полезна для строительства наших клеток. Вот теперь поговорим о какой рыбий жир лучше всего покупать, употреблять, да, чего сделан наш рыбий жир в компании Арифлейм. Во-первых, рыба холодных вод именно должна быть использована компанией для производства рыбьего жира. Чем холоднее среда обитания, в которой эта рыбка вводится, тем больше жира и выше концентрация омега-3. Именно в компании Арифлейм наша омега жидкая производится из сардин и анчоусов. Это рыбы холодных морей, вы нигде в Белоруссии, да, или в каких-то морях ближних стран не найдете. Да, это именно рыба холодных вод ближе к скандинавским странам, скажем так. Следующее. Вот когда эту рыбку добывают, да, и когда из нее начинают саму делать выжимку рыбьего жира, в компании Арифлейм была запатентована такая процесс очистки омега-3, пятиступенчатая система очистки, нейтрализация, обесцвечивание рыбьего жира, вымораживание, удаление примесей и стандартизация. Об этом я тоже говорю своим клиентам. Почему? Почему вот эта пятиступенчатая система очистки так важна? Я горжусь тем, что компания Арифлейм оформила на нее патент. Ни одна другая компания, производящая рыбий жир, не имеет возможности очистить его так досконально, как это делает компания Арифлейм, потому что система очистки в 5 ступеней, в 5 шагов доступна только в нашей компании. И для того, чтобы рыбий жир очищать точно так же, надо купить сначала патент у нас. Это тоже очень важно. Поэтому мамы могут быть уверены на 100%, что этот рыбий жир, который они дают своим деткам, не содержит никаких примесей. А мы знаем, что океан не совсем чист на сегодняшний момент. Выброс нефти, да, это все различные катастрофы, которые происходят в океане. И рыба не всегда питается экологически чистым, скажем так, продуктом. И очень важно все примеси металлические, да, убирать из этого рыбьего жира. Поэтому в этом плане вы можете быть уверены, что этот рыбий жир чистый. Не стоит покупать дешевый рыбий жир, потому что технология его очистки достаточно дорогая. Действительно, эта система очистки в компании Арифлейм стоит дорого. Хороший жир, в принципе, стоит дешево не может. Искусственные ароматизаторы, использованные в дешевом рыбьем жире, оказывают только вред детскому здоровью. В нашем рыбьем жире ароматизаторы исключительно только натуральные, это лимонное масло, да. Идем дальше. Чему именно Омега-3 от Арифлейм? Во-первых, соблюдены все рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения. Это жидкая форма. Я тоже всегда мамам говорю, не бойтесь жидкой формы, это только плюс для вас. Потому что дети с трудом могут употреблять Омегу в капсулированной форме, особенно дети маленькие. Во-первых, капсулы не всегда дети могут легко проглотить, и это вы сразу себя, скажем так, подстраховываете от того, что ребенок может подавиться капсулой. Это первое. Во-вторых, в жидком рыбьем жире концентрация Омеги гораздо выше, чем в капсулированной. Ну и, конечно, третье, на мой взгляд, тоже немаловажное, жидкая форма, скажем так, она лучше усваивается, чем капсулированная. Стандарт GMP, медики меня поймут, и если мы не медики, то должны просто понимать, что стандарт GMP – это самый высокий стандарт качества, высочайший. Это стандарт, который контролирует производство продукта от самого начала и заканчивая его упаковкой. Здесь никогда не может быть какого-то брака или чего-то сделанного не по инструкции. Это тоже очень важно. Экологически чистый материал – тушка рыбы, а не печень. Очень часто мы видим в белорусской Омеге, которая производится на территории Беларуси, там, например, печень, трески и так далее. Будьте осторожны, в печени трески вообще не может быть Омеги. И печень – это самый вредный, скажем, орган, орган, где скапливаются токсины. И можете себе представить, не имея системы очистки пятиступенчатой, насколько качественен этот рыбий жир. В кавычках «качественный». Пятиступенчатая очистка, о которой я уже говорила, и нет искусственных ароматизаторов в нашей Омеге. Для чего ребенку Омега-3? Мы поговорили о том, как она производится, из чего добывается, как к этому компаниям подходит ответственно в плане стандарта GMP и той рыбы, которую используют. Ну и, конечно, давайте поговорим, для чего Омега ребенку. Что касается детей, повышает память и внимание. Сразу буду делать оговорку. В моей семье Омегу принимает не только мой ребенок, мои знакомые, у которых маленькие детки. В моей семье Омегу-3 принимают от мала до велика. Это и папа, это и братья, это и мама, и моя бабушка, 85 лет. Омега-3 в жидкой форме важна не только для детей. Для любого человека она важна. Для взрослых это подстраховка, особенно для уже людей в пожилом возрасте, проблемы с суставами, да, я буду об этом говорить, улучшение памяти в возрасте. Поэтому как для детей, так и для взрослых. Улучшение памяти и внимания. Восполняет недостаток полиненасыщенных жирных кислот в организме. То есть Омега-6 мы ее получаем, мы ее употребляем в еде. И вот для того, чтобы это не было дисбаланса Омега-3 и Омега-6, мы знаем, что когда есть дисбаланс, да, это очень плохо, это влияет на повышенный уровень холестерина, когда Омега-6 очень много. Это проблемы с сердцем, суставами и так далее. Поэтому должен быть баланс Омега-3 употребляем извне, из еды. Укрепляет зрение, об этом я тоже немножечко подробнее расскажу. Повышает иммунитет, особенно это актуально сейчас. Укрепляет нервную систему. Омега-3, натуральная Омега-3 с маслом лимона, именно наша, не содержит ГМО. И идем с вами дальше. Сейчас я буду останавливаться на каждом из этих пунктов подробно. Зачем нам Омега-3? Первое. Работа мозга, да. Я для того, чтобы вам было понятно, о чем я сейчас буду говорить, я сегодня нашла для вас вот такой вот пример в картинках. Это наш мозг, да, и нейронные связи. Наш мозг – это миллиарды нейронных связей, которые обволакиваются милининовыми оболочками, да. Что это такое? Эти оболочки, они состоят из Омега-3. Эти нейронные связи состоят из нейронов, которые постоянно в нашем мозгу происходят из движений, да. Насколько быстро работает наш мозг. И как только вот эти связи между нейронами обрываются из-за того, что эти оболочки очень хрупкие, да. Соответственно, наша мозговая деятельность замедляется. Поэтому эти оболочки, они питаются Омегой-3. Она им необходима. Если у вас нехватка Омега-3 в организме, то, соответственно, скорость работы вашего головного мозга всего лишь 4 км в час. Если же Омега-3 в вашем организме достаточно, то нейроны очень быстро двигаются. И скорость ваших мыслительных процессов – 400 км в час. Вы можете сами посчитать, да. Это именно тот вопрос, почему говорят, что Омега-3 полезна нашим детям для того, чтобы их мозг хорошо работал в школе. Вот вам ответ на этот вопрос. Омега-3 обеспечивает вам постоянный, незамедлительный, умственный процесс, который не дает сбои. Теперь считайте, Омега-3 увеличивает в 100 раз скорость работы мозга, если вы постоянно ее употребляете. Если у ребенка не застаток Омега-3 в организме, ему необходима 1 чайная ложка, это 1-4 грамма Омега-3 в день. И только, внимание мамы, да, внимание консультанты, через 2-3 месяца у вас восполняется дефицит Омега-3. То есть не баночка, да, или не полбаночки. Важен курс. То, что мы потеряли годами, да, если ваш ребенок только начинает употреблять Омега-3, важно восполнить только если вы будете употреблять курсом. То есть получается через 2-3 месяца вы только увидите результат. Это очень важно. Омега-3 является строительной основой клеток мозга и нервной системы, улучшает иммунитет, внимание и память. Да, это все, что говорится про именно вот эти нейронные связи. Все это взаимодействует, то есть не только мозговые процессы улучшаются. Нервная система ребенка, центральная нервная система, одним словом, успокаивается. Ребенок становится внимательнее, ребенок становится спокойнее, да, он готов к восприятию информации. И та гиперактивность, которая сейчас на слуху у маленьких деток, резко снижается при употреблении рыбьего жира. Глаза. Дорогие мамы и мамы, у которых уже дети взрослые. 21 век на дворе. И мой ребенок тоже в 4 года без проблем совершенно справляется с планшетом, с новым телефоном, смартфоном. Без проблем знает, как включить компьютер. И для меня это тревога в том отношении, что я в таком возрасте не знала, что это такое, а наши дети знают. И мы не можем оградить от этого, но мы можем помочь им. Помочь их глазкам, смартфоны, компьютеры, телевизоры, планшеты и так далее. Все это в их руках уже с малого возраста. Они получают определенную дозировку того синего цвета, который исходит от наших модных телефонов. Нарушается сама сетчатка глаза. Я не буду вдаваться в эти подробности медицинские. Вы меня поймете, имея самые примитивные знания на уровне дилетанта о том, что нарушается восприятие цветовой гаммы. Мы сами с вами, проведя очень много времени в закрытом пространстве, с компьютером, со смартфоном, выходя на улицу, чувствуем, что наши глаза первые секунды от солнечного света могут болеть. Так вот, это первый звоночек о том, что сетчатка глаза получает большую дозировку синего цвета, и она страдает. Очень важно, очень важно давать детям омегу-3 для того, чтобы помочь их глазам. Идем дальше. Зубы. Хорошие зубы до 5 лет – это заслуга мамы и хорошего питания. Детки наши получают все необходимое, когда мы их кормим грудью, да, потом даем им хорошее питание и так далее. Молочные зубы в 5 лет начинают выпадать. И уже дальше, дорогие мамы, это не наследственность, не те важные питательные вещества, которые вы им дали, пока они были маленькими, внутриутробно, да, у них были хорошие зубки. Дальше, в 5 лет зубы начинают выпадать. И какими они вырастут, какими они будут в дальнейшем ровненькими, хорошими и крепкими, зависит от строительного материала, который вы в них вложили. Омега-3 является хорошим фундаментом для ровных крепких зубов. Витамин D содержится в нашей омеге. Он отвечает за усвоение фосфора и кальция и нормальный рост костной ткани. Если говорить о маленьких детках, да, то это, это то, что касается зубов, да, сделаю немножечко оговорку по поводу костных тканей, суставов. В моей семье у меня есть родной брат, он футболист, у него очень серьезные физические нагрузки. Сейчас о зубах не идет речь, идет речь о его суставах. Он футболист, у него повышена нагрузка и часто болели суставы. И только омега-3 на постоянной основе помогла восполнить вот этот вот недостаток, когда болят кости, когда ты чувствуешь недостаток кальция, фосфора. Суставы тянутся, да, спортсменам на заметку омега-3 просто необходима в данном случае, если речь идет не о детках в маленьких зубах, а уже физических нагрузках. Омега-3 снижает аллергический фон. Что это такое? Каждый второй ребенок на сегодня имеет аллергию. Да, это действительно так. Я знаю это не понаслышке. Мне всегда задают врачи, когда я прихожу с ребенком, у вас есть на что-нибудь аллергия? Всегда один и тот же ответ, у нас ни на что нет аллергии. Я горжусь, наверное, тем, что Арифлей в моей жизни давно, Веллнес-продукт в моей жизни тоже давно. И, наверное, я где-то уже тогда еще не осознавая на 100% как это серьезно, на интуитивном уровне употребляя продукты Веллнес, уже тогда заложила такой багаж в своего ребенка, вынашивая его, а потом, когда я давала омегу-3, я горжусь тем, что нет у нее аллергии ни на что. Да, есть проблемы с употреблением каких-то продуктов. Не все дети любят там, как бы нам хотелось, те продукты, которые полезны, они их не любят. Но это тоже вопрос витаминов, мы об этом поговорим. Но аллергия сейчас у каждого второго. Дети, которые получают омега-3 в достаточном количестве, имеют высокий уровень IQ, наполовину реже болеют, чем остальные дети. Они более спокойны, меньше подвержены аллергическим реакциям и воспалительным процессам. Да, это тоже очень важно понимать. Что касается менее подверженной и лучшей иммунитет. Вы ведь понимаете, мамы, что мы не можем, скажем так, обезопасить полностью наших детей от, скажем так, инфекций. Но вопрос в другом. Они находятся в рассаднике инфекций, в школе, в саду, общаясь и в общественном транспорте, неважно, общаясь со сверстниками. Подцепить вероятность к какой-то болезни очень легко. Вопрос в другом. Как организм будет справляться с этой инфекцией? Насколько легко ваш ребенок перенесет эту болезнь? Насколько быстро он выздоровеет? То есть мы сейчас говорим о том, что этот продукт не то, что творит чудеса в том плане, что все, мы не болеем. Он вам помогает укрепить ваш организм, чтобы справиться с инфекцией. Дети устают после учебы. Тоже такое мы очень часто слышим. Мой ребенок приходит со школы, там так много информации, так много задают, он так быстро устает, сразу хочет спать, лечь. Есть такое? Если есть, поставьте плюсики. Мамы, у кого уже дети ходят в школу, плохая успеваемость. Хотя сегодня находятся консультанты компании Reflame, может быть, у нашей детки уже подпитанные, у вас такого не будет. Но тем не менее, мои знакомые очень часто говорят, что нагрузка в школе большая. Дети быстро устают. Это вот возвращаясь к вопросу быстрых мозговых процессов. Итак, почему у нас плохая успеваемость у детей? Почему они так быстро устают, хотят спать? Кислородное голодание или гипоксия? Да, это именно ответ на ваш вопрос, почему. В легких есть альвеолы. Мы это знаем еще со школы, которым необходима омега-3 для того, чтобы хорошо усваивать кислород. И если омега-3 недостаточно, эти самые альвеолы в легких наших детей очень плохо усваивают кислород, который они получают на улице. И так далее. Соответственно, их мозг очень плохо работает. Все взаимосвязано. Нейроны замедляются. Дети не получают достаточно воздуха. Мозг не так быстро работает. Они быстро устают. А мы хотим, чтобы они успевали все, не уставали, делали еще и домашнюю работу дома. И были активны не только на занятиях, но и после школы, активно еще успевая побегать, погулять на улице. Поэтому тоже об этом говорите своим клиентам и в своих командах рассказывайте своим консультантам и об этом, о кислородном голодании наших детей. Лучшая профилактика с детства рака молочной железы у девочек. Здесь внимание для мам, у которых девочки. Наша омега содержит витамин А, который входит в состав омеги-3 и является мощным антиоксидантом. Учеными доказано, что девочки, которые получают рыбий жир уже с детства, с 2-3 лет уже девочки получают рыбий жир, они себя на будущее уже обезопасили от такого страшного заболевания, как рак молочной железы. Это очень важно понимать. Что касается женщин уже в возрасте, да, период менопаузы, климаксы и так далее, тоже омега-3 помогает этот жизненный, скажем так, цикл у женщин гораздо легче переносить. Женщинам рекомендуется после 40 омегу-3 даже двойной дозе употреблять после 11, после 10 вечера. Почему? Потому что именно ночное время суток женский организм, вот эта вот перестройка, гораздо лучше будет усваивать омегу-3. Именно вот эти наши женские процессы гораздо лучше работают и усваиваются ночью. Что касается деток, я своему ребенку даю ложку рыбьего жира утром, мы завтракаем перед садиком и сразу же после рыбьего жира я даю витамины и минералы для детей. И сейчас мы поговорим о наших витаминах и минералах. Если какие-то вопросы есть еще по омеге, то... Да, ну что ж, идем дальше. Еще немножечко, да, детский рыбий жир содержит витамин А, Д и Е, это то, о чем я говорила абсолютно всем в любом возрасте омега полезно, да, еще раз повторюсь. Что касается мам, даже если в утробе матери, да, важно, чтобы полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 поступали ребенку в достаточном количестве, особенно на первом и последнем триместре беременности, для правильного формирования нервной системы и мозга. Тоже об этом можно и нужно говорить. Необходимо при сердечно-сосудистых заболеваниях и проблемах с суставами. Сегодня тема Wellness Kids, но я всегда делаю сносочку на то, что омега полезна не только деткам, но и в любом возрасте. Вы знаете, надо мной раньше даже многие мои родственники, да, шутили, я немножечко отвлекусь буквально на минутку. Каждый раз, когда кто-то мне говорил о каких-то проблемах, голова болит, там, с сердцем непорядок, суставы или что-то с детками, гиперактивность, неуспеваемость. Я всем всегда рекомендовала омега-3 и надо мной смеялись. Мне говорили, Наташа, у тебя омега – это лекарство от всех болезней, да, ты там вот специально нам об этом говоришь. И это лечит, и это лечит. Да, и вы знаете, я настолько была тверда в своих знаниях, да, в этой информации, что все равно потом, когда люди говорили, хорошо, мы купим, мы попьем, и когда все, выпивая по подписке, в течение 2-3 месяцев этот продукт действительно видели результаты, эти люди потом соглашаются с вами, что омега действительно полезна не только детям, но и в любом возрасте. Итак, нужны ли детям пищевые добавки? Я перехожу к витаминам и минералам Wellness Kids. То, что вы видите сейчас на рисунке, это то, что ваши дети должны съедать. Нужны ли детям? Да, потому что детям с 4 до 10 лет рекомендуется есть 400 грамм фруктов и овощей ежедневно. Если это так, ставьте плюсики в чате. Три раза в неделю рыбу. Ваши дети, если едят, вы молодцы. Но если нет, это тоже не, скажем так, не ваша беда. Многие дети просто рыбу не любят. Да, как бы мы их ни заставляли. Для того, чтобы восполнить дефицит рыбы, омега-3 и витамины, минералы. 12% только выполняют рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения. Да, это по статистике. Детей выполняют эти рекомендации. 25% потребляемых детьми калорий приходится на сладости, снеки, газировку. Да, это действительно так. Мой ребенок тоже очень любит сладости. И я тоже постоянно с этим борюсь. Я хочу сказать, что когда я начала давать ребенку омегу и витамины и минералы, я действительно заметила, что ребенка на сладости и вредную еду тянет гораздо меньше. Это чудеса или не чудеса решать уже вам, но действительно результаты именно такие, и вы сами можете это проверить, купив эти продукты. Наталья Николаевна Таран, это научный сотрудник НИИ питания Российской Академии Медицинских Наук, врач-педиатр и кандидат медицинских наук. Исследовала наши продукты в Российской Академии Наук. И по ее результатам Wellness Kids является победителем самое высокое содержание витаминов и минералов по сравнению с другими продуктами на сегодняшний день на рынке. Она эти продукты исследовала, и она действительно их теперь рекомендует, как научный сотрудник. Она, скажем так, подписалась под тем, что эти продукты на сегодняшний день лучшие. В плане качества и эффективности. У нас 13 витаминов и 8 минералов входят в состав витаминов и минералов. Подсластитель ксилит. Он полезен для зубов. Нет никакого вреда сахара, который добавляет в другие витамины и минералы. Экстракты апельсинового и лимонного масла. Они действительно из-за этих экстрактов сладенькие. Мой ребенок ест без проблем. Польза. Какая польза? Нормальное функционирование иммунной системы, здоровый рост, развитие всего организма. Почему важны эти витамины и минералы? Потому что в предыдущий слайд уверена, что не все дети употребляют столько овощей, фруктов и рыбы, сколько было на слайде. И даже если вы скажете с уверенностью, что всегда есть фрукты и овощи на столе, то я вам скажу следующее. На сегодняшний день бананы в бананах содержатся на 25% маятния и железа меньше, чем это было в 70-х годах. На 23-25% кальция и фосфора меньше. И на 55% меньше витамина А в бананах на сегодняшний день в тех бананах, которые мы даем детям, чем это было в 70-е годы. Поэтому сколько бы вы ни съели, вы все равно недополучаете. И необходимо ребенка еще подпитывать витаминами и минералами. Изменение содержания минералов и витаминов в апельсинах и яблоках. Фосфора и железа вы видите на 30% меньше. Фосфора и железа на 30,75%. Витамина А и С стала в апельсинах и в яблоках меньше от 40% до 89%. Ребенок должен получать. Это рекомендации Натальи Николаевны Таран о том, что невозможно давать ребенку плохую еду. И если мама купила витамины и минералы, и она думает, что она проблему решила, это не так. Ребенок должен правильно питаться, это 50% вашего успеха, и 50% должна быть витаминизация. Когда вы получите наши витаминные минералы, вы увидите в инструкции в составе, что определенных компонентов, например, витамина Д, А, С и так далее, содержится там определенный процент от рекомендуемой суточной дозы. Например, витамина Д 100% это 100%, когда производители пишут, это неправильно. Нельзя ребенка, скажем так, печкать 100% содержанием отсуточной дозы витамина и минерала. Должен быть определенный процент нужный, а остальное вы получаете из еды. Наши витамины этим рекомендациям соответствуют. Идем дальше. Итак, это заключение. Wellness для детей это Reflame, наше преимущество. Он чемпион. Стандарт GMP тоже у витаминов и минералов есть. Без искусственных ароматизаторов, без красителей, без крахмала и без желатина. Такой слайд есть у меня в телефоне. Когда я рассказываю об этом своим клиентам, я просто им показываю этот слайд, чтобы они понимали, что я не голословна, что это действительно подтвержденные факты. Это исследования научных сотрудников нашей Российской Академии Наук. Ну и теперь подходим к таким подсчетам. Я эту таблицу, это мое произведение, это я подсчитала. Хочу немножечко с вами поговорить о том, насколько вы должны быть грамотны в этом вопросе. Я взялась за эту тему, потому что мне часто говорили, я куплю дешевле, я пойду в аптеку, там тоже есть Омега-3, есть знаменитая компания Доппельгерц, она тоже производит рыбий жир. Я не буду говорить, что он плохой или хороший. Он тоже хороший, да? Это немецкий производитель. Давайте поговорим о ценовой политике. Вот я сравнила баночку Омега-3, наша баночка, в ней содержится 105 мл Омега-3 рыбьего жира. Мы даем каждый день ребенку 1 чайную ложку, в ней содержится 5 мл жидкой формы. Если вы купите одну упаковку Доппельгерц, 30 капсул я взяла, дозировка есть и 60 капсул, да, но мы сравним с этой дозировкой. То в одной капсуле 800 мл рыбьего жира. У них нет жидкой формы, у них есть формы только капсулированные. Итак, в нашей баночке 96 граммов рыбьего жира, граммов. В упаковке Доппельгерц 24 грамма. В нашей одной ложечке, которую мы даем деткам, 1,4 грамма рыбьего жира, а в этой капсулке в одной только 0,30 рыбьего жира. Это все я взяла из инструкции на упаковке. И теперь считайте, мама, мы даем ложечку нашей рыбьего жира, и ребенок получил 1,4 грамма. Это рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Это то, что он должен получить в сутки. Для того, чтобы Доппельгерц взять и дать ребенку, и чтобы он получил точно такую же дозу, 1,4, ему надо проглотить 4,5 капсулы за раз. Только таким образом он получит суточную дозу, 4,5 капсулы. Арифметика очень проста. В нашей баночке, наша одна баночка, омега-3, чтобы точно столько же получить омеги, как в нашей одной баночке, надо 4 упаковки Доппельгерц по 30 капсул. А теперь считайте, 25 рублей наша, а их 4 упаковки 44 рубля. Соответственно, их омега стоит в 2 раза больше. Но в нашем продукте еще есть подписка. Если вы берете 4 упаковки, 4 баночки, вы четвертую получаете от компании со скидкой 95%. Соответственно, я рассчитала, что одна баночка будет стоить 19 рублей. Получается, что она дешевле, чем Доппельгерц в 2 раза. Это маркетинг. Дорогие мои, будьте грамотны в этом вопросе. Ничего производители от вас не скрывают. В нашей омега вы можете посмотреть содержание рыбьего жира на обороте. И то же самое, эти данные я получила из инструкции Доппельгерц. Производители ничего не скрывают. Но будьте грамотны, прочитайте суточную дозу, которую должен получить ваш ребенок. И вы поймете, что эта одна капсула, которую рекомендует производитель, вообще ничем вам не помогает. Вам надо 4,5. А ребенок в 3 или в 2 года вряд ли сможет 4,5 капсулы с легкостью проглотить. Итак, то же самое, что и омега. Витамины, минералы детские идут по подписке. Четвертый продукт вы получаете в подарок. И омега-3, четвертый продукт идет в подарок со скидкой 95%. Здесь расчеты о том, сколько в день денег вы потратите на вашего ребенка, если вы будете каждый каталог покупать ему этот продукт. Итак, витамины, минералы, если рассчитать эту витаминку, которую вы даете, стоит 6800, это еще старые цены, но вы меня поймете. Омега-3, это 8700 в день, итого 15500 или 1 рубль и 55 копеек, это ежедневная сумма на одного ребенка, которую вы тратите в день для того, чтобы он получил все то, что рекомендует Всемирная организация здравоохранения. То есть, употребляя омега к еде и витамины и минералы, вы полностью можете гарантировать себе, что сегодня он получил все необходимое для нормального функционирования организма. Ну и, конечно, правильное питание, режим правильного питания для ребенка очень важен. Тоже этот слайд, вы можете и для легкости разговора с вашими клиентами, он у вас может быть в телефоне. Очень удобно, рекомендую вам иметь такие подсчеты наглядно для того, чтобы человеку объяснить сразу, а не расписывать ему на бумаге все эти цены. Продукты Wellness Kids от компании Reflame рекомендует НИИ питания Российской Академии Наук. Здесь даны небольшие, скажем так, состав того, что входит. Это тот же слайд, который может быть у вас как рабочий на телефоне. Потому что часто спрашивают, а сколько чистого рыбьего жира содержится, сколько ЭПК и ДГК содержится. То есть вот такие вот моменты, сколько витамина Е. Все это может быть у вас в телефоне, очень легко с человеком общаться, если вы ему показываете такие слайды. Мы на этом подробно останавливаться не будем, это все у нас есть информация в интернете. Безопасность. Эти продукты совершенно безопасны, да, произведены по стандарту GMP. Для меня, как для мамы, это очень важно. Понимать, что я ребенку даю действительно безопасный продукт. А продукты для детей должны отвечать всем этим требованиям. В Reflame все сторонние позаботились об этом. Никаких искусственных консервантов, красителей от душа, ГМО и сахара. Ну что ж, Wellness Kids для детей. Будьте здоровы с Wellness Kids. Я желаю вам быть здоровым. Пусть будут здоровы ваши дети. Обязательно покупайте этот продукт. Не болейте. Будьте экономически грамотны и подкованы в этой теме. Я желаю вам больших заказов про этих продуктов. И, конечно же, роста вместе с продукцией Wellness. Спасибо за внимание. Всего хорошего. И до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.